С приветом, Набутов. Серебряный дождь. Время говорить. Еще раз доброе утро, Виктор Набутов, Дарья Гордеева. Друзья, в этом часе поговорим о свежих новостях из Шиеса. Ну, мы обычно говорим о том, о чем упорно молчат федеральные телеканалы, естественно, и в данном случае речь идет о чудовищной ситуации в Архангельской области, в поселке Шиес, где фактически идет гражданская война. Местные жители и жители, так сказать, региона сопротивляются попытке построить самый большой в Восточной Европе мусорный пилигон, куда будет свозиться прямиком мусор из Москвы. По-моему, сейчас мы уточним у одного из наших экспертов, как раз активистом Шиеса Николая Викторова, по-моему, 35 километров на километр он будет вот такого размера, такой прямоугольник, соответственно, ну, соответственно, он отравит там все грунтовые воды, ну, экология будет уничтожена полностью, там, значительной части русского севера. Я напоминаю, что прямые интересы сына генпрокурора Чайки, нашего страны США, в этом деле, и, соответственно, власти идут просто на карательные меры. Вот. Пишет нам Евгений, наш слушатель в WhatsApp, я напоминаю, плюс 7903-7976-333. Не знаю, как у вас, Виктор и Дарья, у меня полное ощущение, что власть решила додавливать. Абсолютно. Но сопротивление власти такое же равно по степени давления. Ни те, ни другие отступать не собираются, и это понятно. Не знаю, каким может быть выход из этой ситуации. Поэтому, это сейчас называется гражданским конфликтом, я называю это по-другому. И я абсолютно уверен, что действительно сопротивление будет расти прямо пропорционально величине давления. Потому что когда в поселке Урдама, который неподалеку от полигона находится, где живет там большое количество людей, отключает свет, интернет и так далее, вводятся бойцы Росгвардии в огромное количество из других регионов, свезенные, насколько я понимаю, естественно, как обычно. И под конвоем туда завозятся бензовозы, хотя стройка официально, как я понимаю, приостановлена. Путин сказал, услышьте народ. Вот, как-то с этим делом пока не очень у нас получается. Мы сейчас дозваниваемся Николаю Викторову, активисту ШИСа, тому, с кем просто можно связаться, потому что он находится в зоне действия мобильной связи. Да, вроде бы у нас все получилось. А потом поговорим о том, что происходит в Александровском районе Владимирской области, в городе Карабаново, где треть местных жителей вышло на Большой Сход городской, тоже против строительства полигона для московского мусора. Как будто Москва сама мусор переработать не может. Порнография. Доброе утро. Здрасте, Николай. Активист ШИСа, Николай, на связи со студией. Николай, вы где? В Москве, в Санкт-Петербурге, судя по номеру? В Урдаме. А, вы в Урдаме. То есть есть связь у вас, да? Да, двигаемся на вездеходе в сторону ШИСа. Ага, ну естественно, там же дорог нет, электрички, поезда не ходят, не останавливаются, да, уже долгое время? Да, поезда не останавливаются. Это там РЖД оперативно отреагировало, чтобы народ не доезжал. Сколько сейчас примерно, вот по вашим таким оценкам, приблизительным народу в лагере? Ну, на сегодняшний день, точно сказать, тяжело, потому что много постов, ну, больше ста человек. И еще едут на подмогу к нам со стороны Республики Коми и со стороны Архангельской области. А, скажите, пожалуйста, я правильно назвал размеры предполагаемого строительства? Я, к сожалению, не слышал. 35-35 километров на один, ну, какой-то очень большой, да? Самый большой восточный угол. Ну, да, да, мы говорим 7 на 7. Вот такого размера будет где-то, ну, 7 на 7 километров. Ну, понятно. Ну, или длину там 15 на 2, вот так. А, 15 на 2, ну, да, примерно правильно. Да, ориентировочно, да, так. Значит, там всего у вас 100 человек. Интернет и свет в Урдаму вернули все-таки, да, насколько я понимаю? Да, в Урдаме все нормально со светом, с интернетом. Это было только на ту операцию, когда топливо завозили, вот, 23 октября. Понятно, на один день. Скажите, пожалуйста, что я хотел вас еще узнать. А что Росгвардии, кто там еще у вас... Как оцениваете поведение сотрудников права? Это все местные или из других регионов? На сегодняшний день только полиция из Архангельской области, но у нас есть тревожные сообщения, вплоть до того, что собирается сегодня ОМОН забрасывать вертолетами. Насколько это верная информация, непонятно, но мы готовы к любой ситуации и хотим, чтобы все прошло мирным, путем переговоров из различных... Ну, на сегодняшний день удалить активистов с полигона. Нам не передъявили никаких документов официальных ни полиция, ни власти, ничего. Были просто бумажки, которые ни кем не подписаны и сказали, что до 18 числа убрать лагерь. — Понятно. Скажите, пожалуйста, я, насколько понимаю, что это больше проблема даже не для Архангельской области становится, а для именно Республики Коми? Потому что это фактически на границе полигон строится, да? — Больше это проблема для России. — Ну, естественно. — Да, потому что пострадают все, и Республика Коми, и Республика Коми постарается в плане выбросов, потому что роза ветров в ту сторону, а вода вся течет в Архангельской области, потом в сторону Скандинавии. — А, еще и Скандинавию зацепят. — Отлично. — Но, я, насколько понимаю, народ собирается стоять до конца в этом вопросе? — Да. — Много ли приезжает людей не из, ну, как бы, со стороны активистов? — Очень много. Вот за последние дни Ставропольский край приехал, насколько я помню, Чебоксары, Москва, Архангельск. Ну, Архангельск — это, само собой, города Коми, Кировская область, Оренбург, Сибири приехали люди. — А вот какая у них, скажите, если не секрет, вот какая, ну, казалось бы, ну, где, ну, там, Оренбург, Сибирь, ну, какие-то места довольно далеко находятся. А какая у них мотивация, да? Что говорят? — Мотивация такая, что все, что творится на сегодняшний день, это нужно прекращать и останавливать. Нужно менять полностью политику в сфере, ну, пока мусора. Но этот мусор тянет за собой более другие. Сейчас уже требования возникают в связи с этим, вот, ну, с произволом, который творится, властей, правоохранительных органов. У людей мысли уже возникают другие. — Политические требования возникают? — Политические требования, да. — Это касается президента, премьер-министра? — Это касается всей политики, которая проводится в стране. Не только в сфере мусора, а во всех других социальных вопросах, потому что люди приезжают, у всех одни и те же проблемы. Пенсионная реформа, мусор, беспредел, коррупция, воровство, плохие дороги. — Кто, в чьих интересах, вот, я упоминал сына господина Чайки, но это то, что на поверхности, вот, кто из власть-придержащих кланов там заинтересован в строительстве? Какие там еще люди? — Об этом много говорят, можно посмотреть в интернете. Но это все, все эти дела, ну, прикрываются сверху, в том числе и людьми в президентской администрации, и в руководстве города Москвы. — Как вы считаете, почему, имея такое уже долгое-долгое прямое противостояние, несмотря на все информационные блокады, все равно информация просачивается наружу, почему не отматывают назад? Тем более, что президент сказал выслушать народ и, так сказать, приостановить стройку. — Это, получается, у нас настолько бюрократическая система, настолько у нас все это запущено в стране, даже такие какие-то простые вопросы власть не может решить. — То есть вы хотите сказать, что номенклатура саботирует решение президента? — Ну, это мы видим, ну, по большому счету, не важно, что он говорит, все равно система это может не исполнить. — Да-да. — Понятно. Стоять будете до конца? — Да. — Спасибо большое. — Спасибо большое. На связи со студией «Серебряного дождя» был активист из ШИСа Николай Викторов. Из того, что пишут наши слушатели. Деревня Михали, Калужская область, собираются строить мусорный полигон, самый большой в Европе на фоне ШИСа и так далее. Никто не в курсе. Написал нам Игнат. Игнат, информацию запомнили, сохранили и передадим обязательно нашему корреспонденту. И подробности про протесты в Александровском районе нам слушатели, кстати, писали, вот когда только-только началась история вокруг ШИСа, писали, почему ничего не рассказывается. — Да-да, обязательно. Ребята, для полноты картины. Московский мусор становится общенациональной проблемой и возможным катализатором очень серьезных негативных процессов. Людей, естественно, понять можно. Москва гадит, Москва и сама должна перерабатывать. Я, кстати, выложил, вы знаете, у себя в Фейсбуке видео, как в Соединенных Штатах, там, как выглядит вот эта зона сортирования. У них нет раздельного сбора мусора, у них единственные пищевые отходы перемалываются обычно, ну, вы знаете, прямо в раковине. А как у них происходит, и дальше они не сортируют, они сбрасывают все в одном пакете. Вот как выглядит у них там, условно говоря, такой ангар, куда весь мусор сводится. И они этот гигантский ангар, там, за 4-6 часов, специальные линии с разными датчиками, они весь мусор автоматически ассортировывают. И всего непереработанными остаются только пластиковые пакеты, в которых этот мусор сводится. Все остальное уходит в переработку. Причем сделано это со словами, мы разработали эту поточную линию для удобства людей, которые сдают мусор, чтобы они дома не разделяли, а мы тут сами. Да, и причем все абсолютно можно сделать в рамках Москвы. Абсолютно все без всяких мусоросжигательных заводов и всего остального. Значит, это такое лирическое отступление. Посмотрите, очень интересный ролик про деревню, город Карабаново, извините, Александровский район, Владимирская область. Там очень серьезный протест против мусорной реформы и также строительства мусорного полигона для московских отходов. В среду в Карабановском ДК прошла встреча представителей районных и городских властей с жителями города. Вообще там до на митинг против этого вышло около трех тысяч человек. Это треть взрослого населения города. На секундочку. В ДК собралось 300 человек, зал просто не смог вместить всех желающих. На общение граждан и чиновников проходило в накаленной атмосфере. Сейчас давайте узнаем подробности. Возможно, знает большой друг нашей радиостанции, известный политолог и политик Валерий Дмитриевич Соловей. Валерий Дмитриевич, здрасте. А, нет, виноват еще. Дозваниваемся. Пока расскажу. Глава администрации Василий Новиков города на вопросы жителей до встречи в ДК не отвечал. Не выходил к людям во время большого этого воскресного митинга. Но на встречу в ДК все-таки приехал. Сказал, что пока не планируется строительство полигона. И районный департамент готовит критиковку в схему территориального планирования Владимирской области. Ну, то есть идет подготовка всякой юридической документации. Насколько я понимаю. Потом к этому вопросу, видимо, еще вернуться. Валерий Дмитриевич, здрасте. Доброе утро. Доброе утро, Виктор. Доброе утро. Здрасте. Счастливым слышать. Валерий Дмитриевич. Взаимно. Давайте коротко. Вы в курсе по Карабанову Владимирской области, что происходит? Да, несколько в курсе. Не совсем, но я общаюсь с тамошними организаторами. Так. То, что там произошло, конечно, беспрецедентно по части мобилизации. Они вывели фактически шестую часть населения города на улице. Треть взрослых. Сделали. Треть взрослых. Да, треть взрослых. А это сделали женщины. Это сделали женщины, это сделали матери. Они объясняют свой протест исключительно экологическими соображениями, соображениями защиты здоровья своих семей, своих детей. И там было еще очень любопытно. Они хотят развивать экологический туризм в этой части Владимирской области. У них были разработки, они готовы были к этому. Но, естественно, строительство мусорного полигона, оно ставит под сомнение любое позитивное развитие этой части Владимирской области. Хорошо, понятно. Но там пока есть вопросы по юридическому оформлению всей этой возможной свалки. Власти как бы дали немножко заднего на фоне Шиеса. Сказали, что мы пока ничего тут, в общем, мы белые пуштыстые, ничего не знаем по этому поводу. В Шиесе ситуация другая. Как я понимаю, вот мы только что связывались с одним из активистов, кто сейчас там в Урдаме. Ага. Да, там другая ситуация. Сейчас принято политическое решение разогнать их защитников Шиеса. Но дело в том, что между политическим решением и его реализацией пролегает дистанция огромного размера, как вы понимаете. И это место оказалось в фокусе масс-медиа, в фокусе общественного внимания. Поэтому разгонять их будут очень затруднительно. Ну и тем более, ну представьте себе, их разогнали. Это же тайга, что мешает людям начать противодействовать строительству мусорной свалки другими средствами. Поэтому все это очень-очень рискованно с точки зрения властей. Было бы. Ну посмотрим, как они себя поведут. Но там приходили сообщения о том, что мост спалили там уже. Ну то есть будет практически партизанская война. Это не исключено, да. Это люди настроены там крайне решительно. Они защищают свою родную землю. Говорят, пусть это болото, но это наше болото. Мы не хотим его отдавать под московский мусор. В чем, в общем-то, есть логика. Абсолютно. Кто вспоминал. Я хотел спросить, Валерий Дмитриевич, вот смотрите, мы с вами это обсуждали, когда вы приходили к нам сюда в студию, что вот такие, казалось бы, довольно прикладные темы становятся катализатором разнообразных протестов в разных частях страны. И потом, конечно, они быстро могут перерасти в серьезные политические требования, что уже происходит в Шейси. Причем вот нам только что активист рассказывал, как, например, к ним уже из Сибири приезжают активисты. Да, это чистая правда. Вот у этих протестов есть одно с точки зрения общества ценное достоинство. Они не выглядят как политические. То есть люди выходят протестовать не против Путина, не против даже единой России, а против неразумной политики местных властей. Постепенно происходит политизация этих протестов, если они не находят своего дубоваримого решения. Это первое. Второе, на что вы очень правильно обратили внимание, это динамика расширения географии. По счастью для властей, все это развивается пока не одновременно, не одновременно, а синхронно. Но если протесты будут синхронизированы, то с ними будет невозможно справиться. Вы правы, и одно дело, конечно, где-то в лесах Архангельской области, а Карабаново, это уже ближе к Москве, это уже реальный город. Вот в Элисте, смотрите, на буквально последнюю неделю идет серьезнейшая катавасия по поводу и прошел огромный согласованный митинг с требованием отставки с поста руководителя городской администрации, бывшего главы самопроизложенной Донецкой Народной Республики Дмитрия Трапезникова. На акцию пришли более двух тысяч горожан, в том числе калмики из Астраханской и Волгоградской областей. Там посадили человека из ДНР, пристроили на работу, который категорически местным не нравится. Вот началась буза. Да, причем это две тысячи человек для Элисте. Это как в Москве бы полмиллиона вышли. Да. Да, это происходит повсеместно. Мы просто вот здесь, живя в центре России, в российской столице, мы не очень хорошо представляем, что происходит вообще в России. А такого сорта протестов, в том числе не очень известных, очень много. И они совершенно не попадают в фокус никакого внимания. А мне, в общем, пишут люди, там, из Ростова, что у них есть свои шиес в Ростовской области. Они там уже около года сопротивляются. И с Сибири пишут. Это происходит повсеместно. Да, а что дальше может быть, вот, ну, кроме мусора в регионах, хоккеиста? Это все, что угодно. Дороги, медицина и так далее. Виктор, вот обратите внимание, почему мусор так пошел. Потому что этим женщинами занялись. Практически везде драйвером таких антимусорных протестов оказываются женщины. И как только они берутся за дело, профессии приобретают качественный иной характер. Но вы правы в том, что существует очень много проблем, которые способны возбудить общественное недовольство. И возбуждают. Но я бы сделал ставку на то, что вот это вот общественное недовольство станет сливаться в некий единый вал все-таки в следующем году. И какова будет конечная цель? Децентрализация политики, отставка премьер-министра, я не знаю, что могут... Я думаю, что люди будут, знаете, как каждую меру собственной испорченности, да? Для них это будет решение локальной экологической проблемы. Не стройте у нас под носом мусорную свалку. Это будет вполне понятно. Кто-то пойдет дальше и скажет, ну, вы знаете, надо пересмотреть отношения, по крайней мере, бюджетные, между центром и регионами. Вы нам не оставляете денег. Третьи перейдут к политическим требованиям. Скажут, ну, у нас 6 лет не растут реально располагаемые доходы, мы требуем отставки правительства. Вот так это будет развиваться. Власть же не может дать заднего, насколько я понимаю. Иначе как раз это спровоцирует подобные вещи по всей стране, локально. Власть исходит из того, что если она отступает принципиально, это признание поражения, и это снимет, ну, вот, с кувшина, в котором джинн, печать, тогда массовое недовольство вырвется. Она никогда не решится отступить. Ну, тогда это может дойти до вооруженного конфликта прямого. Я думаю, что так далеко мы все-таки не зайдем, потому что, на самом деле, власть не готова к вооруженному конфликту, в первую очередь. Даже не наше общество. Власть не готова, она боится вооруженного конфликта, поскольку у нее не так много сил, на которые она может опереться. Вне Москвы? Вне Москвы. Да даже и в самой Москве, на самом деле, для того, чтобы держать Москву под контролем, хотя бы, сюда надо привлечь ОМОН со всей европейской части России, и с Уралой, даже и с Сибири везти. Но в ОМОН-то всего 20-25 тысяч человек. Это не так много. Ну, 350 тысяч штыков Росгвардии, как говорит нам. А это ничего не значит. Это ничего не значит. Это незаполненные вакансии, плюс солдаты. Ну, вы этих солдат видели, Виктор. Да, их сдувает ветер. Их сдувает. Их пожалеть только можно. Рассчитывать на них у вас никак не в состоянии. Поэтому у нас ожидает совершенно непредвиденное развитие событий. Потому что по результатам социологических замеров, если в этом году, вот в октябре-ноябре, 13% населения считают, что именно власть главное препятствие на пути любых позитивных перемен, то в следующем году через год таких будет 60-70%. Спасибо, Валерий Дмитриевич. Мы вынуждены прерваться. Мы ждем вас всегда в самое ближайшее время нам в гости. Спасибо. Любим, ждем. Пока. Валерий Дмитриевич Соловей, политолог, был на связи со студией «Серебряного дождя». Из того, что пишут наши слушатели. Да, ребята, мусорные протесты в Шиесе, в Карабаново, в Калужской области, по Солнечногорскому что-то строят. А ведь летом снова загорится Сибирь. Что-то будет. Ну, что-то очевидно будет. Еще комментарии. Друзья, прямо пропорциональная зависимость. Как государство относится к разного рода вопросам с одноименным подходом, так и люди начинают себя так проявлять. Абсолютно в различных сферах. Посмотрите на подмосковные леса. У людей же совершенно нет никакой культуры. Мусор оставляют прямо на месте отдыха. Много рабочих из ближнего зарубежья. Культура, либо отсутствие культуры. Кстати, к вопросу о Шиесе. Сергей Шнуров, более известный как Шнур, выступал с концертом в Сан-Франциско. И размахивал там как раз большим флагом с ТОП-6, который кто-то ему в первом ряду презентовал. Он его подхватил, так сказать, во время выступления. Потом пол выступления провел месяц. Да, вот по поводу, кстати, Солнечногорска нам пишет. Организуется новый полигон совсем рядом с Москвой, между Солнечногорском и Зеленоградом. Пишет нам житель Поварова. Слушайте, но это, правда, не такой, не такой, в общем, национальный такой страновая история, но, тем не менее, важная для, например, жителей подмосковной Лобни. У меня тут товарищ, товарищ квартира в Лобни, значит, в одном из высоких домов, там, сравнительно новых, значит, в ипотеку купленная. Так у него теперь прямо над домом прилетают самолеты каждые шесть минут, потому что открыли посадочную полосу. Он не видел, вот даже не только отрезанный интернет, он и свои квартиры снимал. Квартира рухнула в три раза. Каждые шесть минут эта катастрофа. Он говорит, а мы прямо знаем, вот пришел в Шанхай, полетел там, пять утра. Друзья, репортаж Касьяновой, Даша Касьяновая на эту тему можете уже найти в наших соцсетях и на странице Серебряного дождя в Фейсбуке. Что делать? Ну, ты знаешь, как наши слушатели много писали, надо было думать. Нет, ну, подожди, кто ж знал, что прямо над жилыми домами походит вот так вот близко авиатрасса? Кто разрешение давал, кто нормы снижал, понимаешь? С тем же мусором, у нас профицит бюджета, мы не можем построить нормальный мусорообрабатывающий завод, как ту же, перерабатывающий, да, прошу прощения, как ту же Вену, например, приводят в пример наши слушатели. Да полно, в Монако мусороперерабатывающий завод стоит сверху парк. Нет, мы будем строить вот это вонючее старье, причем именно там, где живут люди. Это отдельный разговор, это так. Это про мусоросжигательные заводы старые японские, которые нам тут за новые выдают. Эта проблема есть тоже. Посмотрите еще раз видео, как американцы работают даже с нерассортированными людьми мусором. Как это на самом деле все просто делается. 730-101, мы ждем ваших звонков в студии Серебряного Дождя, и пишите плюс 7903-797-6333. С приветом, Набутов. Доброе утро, друзья. Да, ребят, привет, привет, еще раз доброе утро. Значит, у нас сейчас две темы такие в параллели идут. Это борьба с мусорными московскими полигонами по всей стране фактически уже. И вторая история, это все-таки новый государственный праздник по поводу стояния на реке Угре, которые нам решили тут преподнести. Да, замечательный комментарий от нашего слушателя. А праздничный в ней будет столько же, сколько длилось стояние. Правильно, это очень хорошее, кстати говоря, замечание. Потому что, как известно, стояние на реке Угре проходили у нас с вами в 1480 году. Значит, и при чем все это дело продолжалось у нас? Одну секундочку, я даже уточню. Это все дело у нас продолжалось. Там довольно долго, с 8-го, по-моему, октября по какое-то там ноября. Вот так вот я могу сказать. То есть почти месяц. Если у нас будет месяц выходных дней, то я думаю, что народ поддержит. По поводу поддержки и по поводу протестов, мусорных протестов, в том числе и про то, о чем говорил Валерий Соловей, что протесты организованы, в первую очередь, в последнее время, да, это именно женщины. Слушатели нам пишут в больших количествах, да, видимо, и надежда в стране осталась только на женщин, они и спасут. И по поводу того, как в ваших регионах с экологической обстановкой, вот смотри, из Челябинска нам пишут. Прекрасный город. Разговаривал с друзьями из Челябинска. У них на заводах хорошие фильтры. Однако, когда нет проверки, весь мусор идет в обход фильтров. Когда приезжает проверка, фильтр включается в систему, и все замечательно. Наш мусоросжигательный завод, к сожалению, будет работать также потому, что фильтры дорогие, а задача коммерсанта – извлекать прибыль любой ценой. Доброе утро. 730-101, ваш комментарий ждем. Здравствуйте. Прошу вас. Алло, здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Меня по пальцам одной руки можно сосчитать. Вы правильно привели пример Соединенных Штатов Америки, как и Швейцарии, Монако. Но то, что у нас, это даже не подобие, не имитация, это убожество, когда на этом производстве работают какие-то запачканные люди в запачканных халатах с респираторами на лице, порой под в ангарах, под открытом небо и занимающиеся мнимой переработкой. Это коррупционный, прежде всего, бизнес, поэтому, я думаю, замешанные губернаторы куда сводятся, так называемое московское дерьмо. Не хочу оскорбить московских граждан, которые почему-то тоже не выходят на улицу и не выступают против того, чтобы региональные наши, так называемые, сограждане страдали от нашего же мусора. Я просто хочу напомнить, что эта программа сейчас реализуется в коррупционной схеме. Путин, вы как помните, знаете, как помните, объявил о том, что нужно создать по России 200 мусороперерабатывающих заводов, вот не заикнувшись о мусоросжигающих, я напомню, что смета одного мусора перерабатывающего завода по тем стандартам, о которых указал Кирилл, ну, составляет примерно 500 миллионов рублей со всеми так называемыми международными стандартами безопасности, экобезопасности и предострочения техногенных катастроф. Тем более, правильно, там все автоматизировано и роботизировано, и в любом случае там минимальный человеческий труд. Из-за газоанализаторных ионизирующих фильтров, как правильно вот один слушатель или слушательница написал, я думаю, в Челябинске там тоже этого нет, данные мусоросжигающие заводы стоят 60 раз дороже. Нетрудно посчитать от соотношения доллара и рубля. Поэтому никаких, так называемых, даже химерных заводов не будет. Проще свозить на полигон. Но хочу поспорить с Кириллом. С Виктором, с вашим уважением. Извините, да, извините, пожалуйста. По поводу рентабельности. Я просто занимался этой темой, изучая ее в разных странах. На самом деле рентабельность любой мусоропереработки, предварительной сортировки, либо последующей, составляет в лучшем случае 15%. Этот бизнес на самом деле убыточный и доступен только богатым, развитым странам, где бюджет гораздо больше Российской Федерации. И поэтому это все существует на фискально-финансовых налоговых льготах, в том числе тех смежников, которые действительно завязаны на этом бизнесе. Поэтому мусор, по большей части, вывозится из страны Африки из Европы, и в страны Юго-Восточной Азии, где захламлены, в том числе, и твердыми бытовыми отходами в виде бывших компьютеров, сервисов и так называемой бытовой техники. Приняли. Спасибо. Спасибо вам за пользу эту тему, и должны все граждане быть солидарны в этом вопросе, по поводу, в том числе, если вспомнить, так называемые ядерные хвосты. Абсолютно, да. Это к вопросу о ядерных поездах, который к нам продолжает идти, со страшной силой, с Германией в том числе. Да, вот последняя информация из Германии. Я, кстати, ничего не говорил про рентабельность, потому что я, честно говоря, ну, это очень, бизнес непростой, я не очень в материале, если честно, но если рентабельность этого бизнеса 10-15%, то это, прямо скажем, совсем неплохо. По нынешним меркам, и с учетом того, что мусор никогда не заканчивается, и можно спокойно себе работать постоянно. Я, просто, я, знаешь, очень разные подходы. Вот я посмотрел, я увидел, как американцы показывают, нам даже не надо заставлять людей приучать, чтобы они разбирали мусор. Только пищевку перерабатывает раковина у них, да, американская система, там уже десятилетиями, а все остальное, пожалуйста, автоматическая линия работает. Там магниты, металл высасывают, специально там датчики, помноженные на какую-то там, очень интересно, воздуха там, разные, разные, разные виды пластика, они по-разному отсортировывают, чик-чик-чик, и огромный ангар мусора, в который можно забить целый административный округ Москвы, гигантский ангар вот за день может заполнять, его за 4-6 часов полностью рассортировывают, упаковывают, прессуют, и остаются от него так пакеты. По поводу комплексного как раз подхода, пишут слушатели под видеотрансляцией на канале Серебряного Дождя в Ютьюбе, решать это нужно комплексно, и прежде чем любому товару дать ход продаж, нужно задавать вопрос, а как это все будет утилизироваться? Да, так, что нам? 730-101, телефон прямого эфира. А что у нас? Ну мы параллельно обсуждаем же новый возможный праздник, нам же надо как-то вот эти вот октябрьско-ноябрьские коммунистические праздники, никому же сейчас непонятные, но подрастающему поколению, надо же чем-то заменить, правильно? Все это в народном сознании плохо. Выключи, пожалуйста, звук на телефоне, будь другом. Это извини, извини. Вчера на радио работать пришел, понимаете, ребят? Это при мне, это счета приходят. 730-101, это приходят штрафы, Виктор Кириллович, да. Нет, я аккуратный водитель. Доброе утро, доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, вы в прямом эфире. Прошу. Здравствуйте, Дарья, здравствуйте, Виктор. Привет. Хотел вот высказаться по поводу мусора. Также господин Медведев в этом году сделал мусорную реформу. Подняли налог на вывоз мусора в два раза, а то и больше. Мы прочувствовали это, так как у нас фирма вывозит мусор, да. Но ничего не поменялось. Все так же в те же самые контейнеры, тем же самым методом. Только берут в два раза больше. То есть, ну, разницы как бы нет. Я звоню из Казани, вот у нас тут тоже строят, анонсировали строительство мусоросжигательного завода, который построили полутора километров, ну, может быть, в двух от густонаселенного нового микрорайона, куда людей сгоняет, как в детстве. Вся социалка там, все заводы строят именно там. Там народу будет жить просто уйма. И вы представляете, строят в двух километрах мусоросжигательный завод. Ну, вот это вот как вот это вообще? Это вообще-то странно. Это не странно, это просто какое-то мягкое слово. Ужас, что-то арестовое. Еще раз, вы знаете, справедливости ради, что проблема, безусловно, ну, вопиющая, она существует десятилетиями уже. Но я видел, я был даже на мусоросжигательном заводе в Монако. А вы понимаете, что там весь Монако как микрорайон. Это у них отдельная целая история. Если будете там в этом княжестве, можете приехать к ним на экскурсию. Там это открытая история. Это сверхсовременный завод, по-моему, Хитачи. Японцы делают. Это мусоросжигательный завод. У него на трубах птички сидят. Сволочи какие. Более того, Монако еще забирает часть мусора из Франции соседней. Ну, чтобы дозагрузить мощности. Слишком мощный он для этого маленького княжества. Я к тому, что, наверное, сверхсовременные, если они действительно таковыми будут, потому что как раз вот по Подмосковью, по вот этим планам строительства десятка мусоросжигательных заводов, там же проблема в том, что закупают чуть ли не 60-х, 70-х годов еще технологии, сжигающие, которые выдают, будь здоров, в атмосферу. Вот у моногасков, у них сверхсовременная история. Она у них фактически там нулевой выброс. Воздух чище, чем тот, который, так сказать, из трубы выходит, чем тот, который в нее входит. Поэтому сделаем отдельный эфир по нюансам этих технологий. Просто не хотим быть голословными, будет неправильно. Андрей нам пишет в Штатах. Малый бизнес занимается перерабатыванием мусора, так как цель избавиться от мусора, а у нас же цель заработать нужным людям. 730, 101. Здрасте. Доброе утро, здравствуйте. Понятно. Я вдруг вспомнил, мне вот замечательно было сейчас рассказать о том, что у нас, мы редко смотрим, наверное, в платежке по квартире, и что вырос тариф два раза. Так вот, я... Но ничего при этом со сбором и переработкой мусора не изменилось. Я вспомнил замечательную фразу у Юрия Стоянова в каком-то скетче. Услышал фразу, в очередь, следующим образом, он там с разведчиком, который 20 лет был на спецзадании, говорит, ты знаешь, за 20 лет в нашей стране многое поменялось, но ничего не изменилось. Это очень хорошо. Это же гениально. Да, это прекрасная фраза, слушай. 730, 101. Доброе утро. Здравствуйте, я Таня Диманович Петрович. А знаете, я вот хочу обратить ваше внимание, что как-то вот, когда разговариваете, допустим, о мусорном вот этом вот, о мусорных делах, что-то вы упускаете освещением более-менее удачных случаев противостояния. Давайте. Мусорные позволяют мусорить. На самом деле, чисто не там, где убирают. А там, где не мусорят. А там, где не позволяют мусорить. Вот, например, Киржаче. Существу говоря, у Владимирской области весь скандал с мусорным полигоном начался от Киржача. Федеральные судьи недавно внезапно заметили полторы тысячи гектаров леса, которые лесной департамент категорически не замечает, а на этой территории собираются сделать полигон. Удачный пример противостояния желанию сделать полигон у Владимира Шковлевича. Раз есть лес, все, полигон делать-то нельзя. За себя могу сказать, например. Вы меня слушаете, да? Да-да-да. А лес нельзя вырубить разы под такое благое дело, как мусорный полигон? Ши, если он на болото строит, там тоже лес. А дело в том, что там лес, там суть борьбы заключается в том, что под лесом подземные водные источники. Так просто не получится. А вот Шиесе и подводные водные источники не останавливаются? Кого это останавливало? Ну, вот здесь, в данном случае, вот я говорю, более-менее удачный пример противостояния. А как бы его у нас на всю Россию не пытаются осветить и помочь тем же самым жителям Киржайского района до конца отстоять свою территорию от загрязнения. Я про это говорю. Окей. Мы как-то вот делаем вид, вот у кого что-то получается, делаем вид, что не надо замечать. Ну, я за себя могу сказать. Помните, я все про КНС номер 2 говорил на Старкаймской 10 в городе Коврове? Да-да-да. Вот. Роспироднадзор все-таки оштрафовал муниципальное образование город Ковров за то, что там свалку устраивает конституционер, акционерное общество, завод Эмин Дегтярев. Вот так. А на сколько оштрафовали? На 10 тысяч рублей оштрафовали? По двум статьям 1.82, 2.8.42, а на совокупные 300 тысяч. Ох, какой, о, какие страшные расходы. Муниципальное образование город Ковров. Можно платить раз в год 300 тысяч и вообще на все забить болт. Как обычно у нас, кстати говоря, делается и с загрязнением и рек подземных, и надземных рек, куда-то у нас они красного-зеленого цвета. Это если поймают еще. Потому что вот вы нам пишете, что опять на юго-востоке Москвы пахнет серой сегодня. И там в прямую в МЧСе говорят, это, господи, как нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Не, а те говорят, потом к ним приезжает проверка, говорит, нет, ребят, не отсюда. Ну, безусловно, да. Откуда еще? Интересно. Даже если их поймают на конкретном выбросе, ну, заплатят штраф. Завод же не закроют, Москву же без бензина не оставят. Вот так мы в этом и живем с вами, ребята. Доброе утро еще раз, друзья. Виктор Набутов, Дарья Гордеева. В этом часе мы говорим о том, какие свежие новости поступили из ШИС и связывались с активистом Николаем Викторовым оттуда, с политологом Валерием Соловьем, который, кстати, среди прочего рассказывал, что подобные роды протесты начались еще и в городе Карабаново Александровского района Владимирской области. Также протест против так называемой мусорной реформы. Тут от Левады свежие цифры упали, с которыми я хочу вас познакомить. Посчитала Левада рейтинг президента. Так вот у нас всего 24, друзья, 24% россиян относятся к Владимиру Владимировичу Путину с симпатией. Пишут об этом в ведомости, ссылаясь на Леваду. И также указывают, что такой же показатель рейтинга был у президента в октябре 2011 года, то есть перед протестами 2011-2012 годов. А какие там еще цифры? В целом симпатию и восхищение к Путину испытывает 32%. Симпатия и восхищение это разные вещи. Ну вот как пишет нам в ведомости. 32% опрошенных. Еще 30% респондентов не смогли сказать о президенте ничего плохого. 8% не смогли сказать ничего хорошего. 15% опрошенных относятся к нему нейтрально или безразлично. Про яркую антипатию и отвращение заявили 3% опрошенных. Понятно. Доброе утро. 730-101, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Давай другую линию. Доброе утро. Здрасте. Здравствуйте. Да, вы в прямом эфире. Прошу вас. Ага, спасибо. Скажите, пожалуйста, это Ставропольский край, извините Ставропольского края. Зовут Виталий меня. Так. Алло. Да, 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 слушаем вас. У меня позиция по ШСу, ну как бы я больше, чем вы, наверное, даже отношусь отрицательно к нашей власти, но, тем не менее, полиция по ШСу и мусору диаметрально противоположная протестующим. Так. Это абсолютно иррациональный протест. Протест созданный двумя, скорее всего, группировками. Одна группировка. А сейчас в группировке, которая хочет строить мусоросжигательные заводы по всей России, и в том числе в Москве, уходят деньги из рук, потому что кто-то решил увозить мусор подальше от города. Это очень обоснованно. Сначала я поддерживал, но я просто в один момент посмотрел на карту. Посмотрел, где находится ШС. Всем предлагаю на это глянуть. Это идеальное место для того, чтобы там был мусорный полигон. Но бороться нужно не за то, чтобы отменить мусорный полигон, а чтобы там устроить мусоропереработку грамотную, совершенно как бы современную. Вот смотрите. Старопольский край. В нашем городском округе живет 150 тысяч населения. Небольшой. Стоимость 50 рублей за вывоз мусора с каждого человека. Озвучена была цифра мусоросжигательного завода 500 миллионов. Если я не ошибаюсь, вот недавно в вашей программе. Да. Получается, окупаемость при сборе по 50 рублей 60 шахет. Просто нецелесообразно строить при такой цене. Если мы, граждане, хотим, чтобы у нас было чисто, хотим, чтобы у нас были современные заводы, перерабатывающие мусоросжигательные, значит, абсолютно повышать многократно стоимость утилизации бытовых отходов. Потому что просто неэффективно экономически невозможно. Кого вы доставите строить завод, если он окупится? Мы озвучили опять же 15%. Я услышал. Скажите, пожалуйста, мы же с вами... Я понятна, ваша бухгалтерия понятна? Абсолютно. Скажите. И понятна мысль о том, что мы наблюдаем просто битву двух лоббирующих группировок, у каждого свои интересы. В данном случае я выступлю на стороне тогда мусоросжигающих заводов, когда в Москве стоят, где этот мусор и производится. Они свозятся почему-то в Архангельск, который от этого будет страдать, как и соседний коми. У меня вот такой вопрос. Вы же понимаете, что переработка мусора – это не только освоение нашего тарифа, который мы платим, но это еще получение большого количества полезных фракций, которые тоже можно потом продавать или использовать, сдавать на производство. Это металлы. Это-то вы почему не учитываете в бизнесе? Нет, я учитываю, понимаете как? Я учитываю прекрасно. Но дело в том, что это мусор. И там доходность будет не такая высокая, чтобы окупить огромные суммы. Ну ничего страшного, это бизнес стабильный. Ну можно я это расскажу? Скорее всего, создается логистический комплекс на территории, близлежащей от Шиеса. Это голая территория. Я смотрел на карту. Ну поверьте, я против давно изучаю, смотрю про тех. Я недоволен властью. Открыто говорю о том, что я недоволен в своем городе. Это знают многие. И у нас, к сожалению, заканчивается время в этом часе. Если у вас есть возможность перезвонить в следующем, друзья, буквально через несколько минут мы продолжим. Оставайтесь с нами.